Друзья, привет! Вы на канале Ганс Мюзик Скул. Сегодня у нас давно забытая рубрика Свежатинка. Аж восьмой выпуск. Что же в ней будет? Начнем мы с дедушкиного металла. Участники коллективов Арии и Мастерс кооперировались, чтобы сделать новый металлистический проект Воля и Разум. И записали песню Гори и сняли на нее клип. Мы обязательно с этим ознакомимся. Далее мы перейдем к прогрессивным металлистам Шакран, которые порадовали нас новым синглом. После чего послушаем, как русы валят рептилоидов от группы Ермак. Ну и не обойдется без Талясика из Вайлдвэйс с его новой песенкой Ядыдыдыдыды. И закончим, конечно же, Яриком. Ярик, дочки Пелова порадовали нас новым клипом на песню ОТЭЦ. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также подпишитесь на мой Бусти и Телегу, если хотите меня реально поддержать. А с вами Диуаны. Эксперт Андрей Ганс. А как грибочек? Поехали! Вот это сразу диссонанс такой, ребята! Это же просто сепультура! Трэш мазафака! Ну видно прям ребя... О, ребята, хотел сказать. Ребята уже давно были не ребята. Смотрите, это какой-то Бивис, который решил стать металлистом волоса. Трастил! Блин, смотри, это реально золотой состав какой-то, дипфейки. Смотрите, дипфейк Ларса Ульриха, Ларс Ульрих на гитаре вдруг заиграл. Причем на гитаре Джеймса Хэдфилда. Не, ну звук-то качественный, ребят. Звук качественный. Вот это... Перетвэнг идет на вокале. Это когда баритон всю жизнь мечтал быть тенором, залазил туда наверх, чтобы брать эти верхние ноты из верхнего, так сказать, металлистического регистра. Ему приходилось... Вот так вот делать. Ребята, кстати, если вы хотите позаниматься со мной вокалом, пишите. В ВК ссылочка будет в описании. Так неестественно звучит. Ну видно, что они кайфуют, кайфуют. Вот играешь ты играешь, потом перестаешь. И вдруг ты новая... Когда новую группу собираешь, всегда такое ощущение. Такое братство. Ну, первые два месяца. Такое братство. Все, мы сейчас, блять, больших целей достигнем. Я их понимаю. И ты начинаешь с усиленными мыслями, с усиленными движениями все это там колбасится. Вообще по кайфу тебе видно, что им по кайфу стоять в этом темном, черном помещении и играть. Вот да, в пустом. В одном даже все. Они даже насладятся тем, что сейчас новые камеры появились. Можешь снять клип не на ВХС наконец-то. Наконец-то не надо кассету оцифровывать. Сразу хуяк и сразу уже будет хороший клип. Вот это чудеса. Они реально с этого кайфаны. Выгорай в потоке дней. Ну, в принципе, по музыке вообще, то, что было тогда, то есть и сейчас. Как говорится, блять, ребят, реанимировали немножко. Кстати, вы еще говорите, что медицина у нас херовая. Смотрите, как реанимировали. Они уже в своих склепах, грубо говоря, лежали, лежали хуяк. Давай, давай с дефибилляторными этими аппаратами постучали. Они такие, блять, металл гитары им дали. Они сразу, давай, давай, все. Только мы тебе дипфейк сделаем, будешь Ларсом Урихом. Типа маркетинговый секретный ход. Сразу трэш-металисты подтянутся. Ну и, кстати, можно сказать, что, в принципе, новую аудиторию вряд ли они завоюют такой музыкой. Ты да чисто, ты да чисто, ты да чисто. Ну, вот этот хеми-металл с трэш-металлом смесь вот эта. Ну, они, видно, просто по кайфу играют. Им кайфово. Ну, кто их когда-то слушал, группу Мастер, вот те взрослые люди будут их и слушать. Чувствуется почерк Маргариты Пушкиной, которая всему хеви-металлическому бомонду писала, писала тексты. Такое ощущение, что она и была инициатором вообще создания этого проекта. Ей сказали, бля, чат GPT, нейросети скоро, уже тексты за тебя будут писать. Все уже написано. Тебе осталось пять лет, она так, так. Мне еще до пенсии пять лет, мне надо, мне надо подзаработать. А давай мы проект создадим, чтоб я еще могла десять текстов написать, чтоб они у меня их купили. А то уже никто не покупает, все чатом GPT пользуются. Чуваки-то не знали, они в склепе лежали такие, текст, текст, текст. Алло, Маргарита. Как всегда, сделай красиво. Хорошо, гори, 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 моя звезда. Смотрите, Ларс вообще нормально смотрится с гитарой. Смотри, затрещали, затрещали, картошка бочечная, посыпалась, посыпалась. Ну, пара еще, кстати, молодых человечков там есть. Правильно, надо немножко кровушку освежить. А то, блин, с таким видом только бабульки будут ходить на твои концерты. Милай, я к Кузьминишне схожу. На третий этаж поднимусь, мы там по чаеву не чаем. Вечерочек посидим. Попизжу со своей подружкой, подружкой на третий этаж, а сама хуяк на концерт воли и разум. Блять, только если так. Кузьминишна, я пришла, гляди, уся у кожи. Давай тоже свои кожаные панталоны напяливай с начесом. Пойдем на волю и разум. Узобьем пыль, как в старое времечко. Помнишь, как было, мы угорали не по-детски. Ребятки снова дед металл зарубили. Давай скорей собирайся. Послушаю вот этот... Перетвингованный вокал, как я это любила делать 40 лет назад. Все прекрасно. Бас с примочкой, блять, как у меня звук. Ничего себе! Ребята достигают высот, блять. По звуку, шикарно. Я что-то не понял. Гитару успел поменять, да, пока клип шел? Вот это чудесо. Ему не сказали, что можно на одной играть, даже если струна порвалась. Может даже не подключать. Это клип, это клип, Ларс, ты что творишь? У барабанщика правильно молодого взяли. Старый уже эти треск этот бочечный, он бы уже не вывез, бы уже заснул. Бивис. Огонь души зажег в бабушках. Я вот такие рифы слушал группы Аннигилятор, да, там в начале 90-х. В конце 80-х. Кто помнит, напишите в комментариях, помните группу Аннигилятор? Ничего себе, у него была толстовка Stone Island, что ли, ребята, что? С фанатским уклоном группа, да? Получается. Бля, он реально на разных гитарах. Или это, подождите, 25 кадр, или я что-то не соображаю, блядь. Две разных гитары. Зачем? Ух! Получается, да. Реально две разные гитары. Вот это ход. Как сделать так, чтобы интересно клип смотрелся в одном помещении? Только Ярик знает эту информацию из Neverlo, понимаете? Да, дочь Кипелова знает. Но они пока с ним не знакомы, поэтому приходится выдумывать другую гитару брать. Вау! Это вообще гитара, как у Джеффа Ханнемана, да, из Slayer. О! Ну, давай, жги. Не, ну из одного помещения, из одного помещения, и из пяти людей, которых только что из склепа подняли, наша медицина подняла. Это очень неплохо. Кайфанут люди, кто вот это слушал, вот, они по-любому вот кайфанут. Молодцы. Ну потому что, ну вот вы представьте, да, вы играете, это вы всю жизнь ваша связана с музыкой, потом вы перестаете, потом хлоп, опять. Просто кайфануть, собраться с ребятами. Я представляю, они там собираются, репают им по кайфу, вообще нормально. Ну это реально лучше, чем бухать уже и готовиться в мир иной. Лучше вот так зажигать. Друзьяшечки мои, переходим к шакрану. Новый сингл Among Rod Battle for Tomorrow. Начало такое, да, немножечко в Oriental Style такой, чтобы объединить, да, со старым материальчиком, и дальше понеслась рубилова. Ну пока кажется, что немножко сведение, какое-то мыльное, немножко пережатый звук. Тяжелые группы современные сделать максимально, чтобы был компрессированный и мощный громкий звук, и пережимается, начинается такое немножечко плавание, но пока нормально звучит. Кстати, в предыдущей даже почище, да, вот эта группа воли и разум, они не знают этих фишек, поэтому у них попрозрачнее микс, ну ничего, нормально. Трудно, да, расслушать все детали инструментов всей партии, да, как-то все это в одну такую вал такой идет. Хотя это должно было быть, потому что там подразумевается что-то интересное, что-то кочевое. Жирнейший вокал, жирнейший скрин, ребят. На разных, так сказать, тембральных окрасочках работаем и пониже, да, поглубже и повыше. Там, наверное, дойдет еще и до чистого вокала. Кстати, хочу сказать, что живьем это все в копеечку исполняется. Очень шикарно все это звучит. Ощущение присутствия есть, то есть гитарист играет не квинтуру, да, и где-то там из колонок соляк доносится. Самые сложные партии играет гитарист. Здесь мне больше даже напоминает это Фрэнки Палмерин почему-то по музыке, да, Эм Юр. Кто знает, поставьте лайк. Звучит очень внушительно. Нету Сакрфайса, нету Паралайза, нету этого дикого акцента. Наваливание идет. Кстати, я вот сидел, когда на концерте я был, да, и думал, а зачем, типа, живьем это исполнять, ну, если есть запись. Я понимаю, что запись не всегда, да, бывает такая, прям, чтобы показать все, что есть, всю энергетику. И я хочу сказать, что живьем даже это поинтереснее все звучало. Это группа, реально, за которую... Русская группа, за которую не стыдно. Не только здесь, но и там. Это узкая нишевая музыка, правильно? Это не то, что там ля-ля, хи-хи, все зафанатели, все слушают. Да, что пытается, кстати, как раз дальше мы посмотрим, Талясик делать. Здесь все-таки, с таким, с прикольщиком, с претензией, музыка не для всех. Ну да, особенно, когда вокал вступает чисто. Я не знаю, может это задумка такая, что сделать, как будто это отдельный инструмент, и он вплетен в общий микс, да, так, чтобы там просто какая-то мелодия была слышна. Но тут как бы ни слов вот этих деталей, ничего не слышно. Просто какая-то мелодия с дилеем. Звучит очень красиво, но, опять же, деталей нет. Наверное, претензия к сведению. Ну да, все очень фирменно, гитарист себя здесь с лучшей стороны тоже проявляет. И живем это все, играется так же все красиво. Сакрифайс был, да? Все-таки был Сакрифайс. Но этот Сакрифайс, конечно, отличается от нашего любимого Ярушкиного Сакрифайса. Далее у нас идет Ермак Сруб. Русы валят рептилоидов. Ничего себе, очень интригующее название. Вот такая вот обложечка, да, русич, который собирается валить рептилоидов восьмибитных. Давайте скорее послушаем, очень интригует. Достаточно пост-хардкорно звучит, как и их альбом, который вот до этого вышел. Типа прикол, да? Серьезные, серьезные композиции. Там все это завязано было в альбоме одной общей идеей. В общем, очень концептуальная группа. И мы слушаем от них типа прикол. Текст-то вообще непонятный. Я не знаю, прикол пост-хардкора, да, главное, вот это общий драйв, общее настроение. Но раз тут типа прикол, то типа надо текст понять, о чем речь. Старцы издревле твердят, в мир людей грядет закат. Ящер злобный, окаянный, выйдет из глубин. Тьма отродья, сукин сын. В этой схватке нам поможет гимн славян отважных воинов. Ну-ка вместе крикнем Гойда! Русы валят рептилоидов. Дааааа. Ну вот ни хера непонятно, да, текст надо прилагать. Ну-ка вместе крикнем Гойда, русы валят рептилоидов, ребята. Вот очень нравится вот эта тема, да? Типа прикол мы делаем, и такие, в чём же, зачем же это нам нужно? А вдруг мы заскочим, заскочим, подключимся туда, где сейчас дают деньги, дают деньги, мы же тоже хотим. Почти как Шаман, только с гитарами, да? Нам очень это надо, но с вашим пост-хардкорчиком вы там вот, куда можно подключиться, вы там не нужны. А люди, смотри, людям это вообще не по кайфу, да? И вашим этим поклонникам тоже это всё не нравится, вся эта движуха их не устраивает. А вы такие, блядь, ну это прикол, просто прикол тогда. А, раз вы не поняли, попробовали, да, не получилось, фанаты сказали херня, там никуда ничего не подключилось, дальше не пошло. Всё, это прикол, кинул Зигу, потом, блядь, да я пошутил, это всё, блядь, шуточки. Мы такие приколисты, мы иногда прикалываемся, мы не только ж серьёзные треки делаем. Очень вообще вовремя, сейчас в нынешней ситуации. И вы думаете, это просто так, да, случайно сделано? Нихера подобно. Что-то пошло не так, да, как говорится, пацаны к успеху шли, не фортануло, сразу такие, о, блядь, это всё вообще, всё вообще прикол просто. Честно говоря, вот не до приколов я вам хочу сказать. Рептилиям конец. Тем рептилиям, да, на чьих гитарах вы играете, какую музыку вы слушаете, да, отращиваете бороды, да, смотрите ваши любимые группы, да, там, Норма Джи, Андерос, вот эти вот все рептилоиды. Давайте в них спиздим всё, да, музыку, подачу, все гармонии, всё спиздим, сыграем, да, а потом, блядь, рептилоиды должны умереть. И русы, вот эти вот, которые все, блядь, вобрали в себя всё рептилоидное, теперь хотят валить этих рептилоидов. Очень странный заворот получается. Вот это трейв, вот это бухающая бочка, это трейв. Где-то в деревеньке, да, под тулой вот это всё придумано, какой-то дедушка с бабушкой сидели, да, колотили ложками, бум-бум-бум, ооо, и записали, да. Тоже в деревне, там, в печке, блядь, лежал магнитофон, они его вытащили из печки, такие обдули, такие, блядь, смотрите, он немножко обгорел, но он ещё работает, давайте запишем. Пчёлы против мёда борются. Ну, это как-то жалкое подобие, блядь, по общему настроению, лучше Змей Горыныч реально послушать. Иди сразись со мной. Сразись со мной. И мы играем риф, да, рептилоидный. На Руси таких не было гармонии даже вообще. Я уверен, он не просто так это сделает, а не просто такой прикол, там заложен смысл. Но если мы будем углубляться, то грустный негр, бедный, да, у которого не было денег, сидел на улице, босоногий, да, и чё-то там. Что такое блюз, это когда хорошему человеку плохо. Вот, пожалуйста. Он же не знал, что потом эту пентатонику будет Ермак использовать и говорит, что, блядь, рептилоиды должны умереть. Ползёт огромная змея, с великой брони, близок час свой старый птиц... Это ползёт Змейка на телефоне, Нокия, в лучшем случае. Если это случится, если русы завалят рептилоидов, вы снова будете на каменных телефонах играть в Змейку. Ещё на сто лет откатится прогресс после случившегося, и будет вообще весело, ребят. И тогда ты даже песню эту не сможешь записать, потому что у тебя ни гитар не будет, ни хера не будет. Будешь просто, не знаю, верёвку привяжешь к гвоздю, как Ярушка рассказывал, к зубу вот так привяжешь, а другой конец к ноге, блядь, к большому пальцу будешь так... Но прикол ещё в том, что вы думали, что это попадёт в десяточку, что это будет в тему. Оказалось, это вообще не в тему, вы понимаете, людям вообще сейчас не до этого. Люди хотят жить, понимаете? Люди хотят держаться вместе и жить Жить нормально Без всей этой херни Чтоб были мир и любовь Друзья, отгадайте загадку У кого дома на стенах висят рога И больше всех Обуви в шкафу Даю вам 2 секунды Правильно, у Талясика из Вайлдвейс А почему? Потому что он у нас адепт оленизма И мастер переобуваться Вайлдвейс С каким-то исполнителем Call Me Charisma Песенка называется Яды У нас есть только сниппет, трек выходит 5 апреля Но мы, как говорится, посмотрим Нам этого должно хватить Ух ты, чувак, без акцента, да, говорит Наверное, какой-то иностранец Интересно, где вы его нашли? Талясик, признавайся Наверное, когда Мариуполь ездили Там в кустах, да, лежал человек Такой, смотри, какой-то человек О, нормально, давайте его подберем У него как раз вот эту вот В сеточку одежды он нам подойдет Так он без акцента говорит Все нормально В клипы его покажем Вообще красота будет Ты меня берешь, говорит В места, где я не был Это Талясик, он говорит Тоже сидит на диване Ты, говорит, тело у тебя заебись Все, говорит, хорошо Не могу сопротивляться Талясик, бля, как тебя девочка твоя отпустила? Я хер знаю Тайм стенд стил Узнаете, да? Слипвокинг, блин, не захоряйся Ну, это фигня Всего три ноты Нот-то всего семь Три из них похожи Ну, это вообще ни о чем И дальше продолжаются песенки Про любовь, про любовь, про любовь Гаснут звезды Ты такой на кровати сидит И рэпер тоже на кровати Там был Очень интересно, как они там на кровати поместились Ну, наверное, чтобы сочинить хорошую песню Нужен вот этот фикус И крепкая такая кровать На полтора, так сказать, человека Интересно, как тебя твоя подруга Отпустила вообще с этим рэпером На целую ночь на кровати Чтобы снять этот сниппет Я вообще не понимаю Под каким предлогом ты съебся от нее? Ребят, кстати, если вы хотите Чтобы я снял целый ролик Про Талясика и Вайлдвест Про его вот этот оленизм И умение переобуться Вы пишите в комментариях И мы обязательно это сделаем Все остатки, так сказать, чего-то интересного Чего-то нормального Они, как бы, растворились Видимо, так сказать, остались как раз Под той вывеской О которой я чуть ранее говорил Ну и на десерт Ярик с клипом Отец Я не сын Кипелого, говорит Давайте послушаем Я не сын Кипелого Долгое время я выдавал себя Да ты что! За того, кем А то мы не знали Являюсь на самом деле Все началось с невинной шутки А ведь кто-то реально в это верил Писали люди А ты в курсе, что Ярик сын Кипелого Вы понимаете, да, насколько все запущено У его фанатов Что с головами творится Хватил за комментаторами на ютубе Даже не представляя, к чему это может привести День за днем моя слава росла И чем и пищит Слава росла Слава сына Кипелого Матажни были мои видео Тем больше я терял себя Я ужасно устал от этой лжи вам Скромняшка И самому себе Видите, он признает, да, что ты херню творил, да? Ложь, блядь Сейчас все вот эти, кто верил ему Такой, блядь, ты не сын Кипелого Отписка, блядь О, ну все, затронул, затронул Валерий Александрович вообще Похуй на тебя было Надоело просто кривляться, блядь Сын Кипелого Правильно все ты делаешь Он нам сейчас признается, что он не сын Кипелого А кто? Правильно, дочь Кипелого О чем я говорил давно Никто мне не верил Но все-таки, видишь, даже он это признал Нормально Видите, да, тоже пытается Ой, ребята Я тут дурковал, дурковал А теперь посмотрите Какая у меня ранимая душа внутри Сильную, честную, откровенную А вот без этого он не может Без того, чтобы свою гордыню потешить Я, моя популярность росла Честная Самая охуенная Самая честная Самая пиздатая песня сейчас будет В любом случае Хоть я вам и открылся, что я дочке пелого Но песня у меня охуительная Песню Я боялся снять маску Но теперь я чувствую, что настал тот самый Самый час Причесался и перестал вот это вот, да Белый тальк этот наносить Другого выбора у меня нет Серьезно Серьезно Смотрите, опять фикус Фикус Тот самый фикус, который был у Талясика Один фикус, видимо, блядь у них На всех Вот это я угораю Это группа стекловата, ребята Чтоб вы поняли, да В каждом доме и каждом окне Это пришел Праздничный вечер Уже с ними эти девочки, да Которые все время в клипах фигурировали Уже не поехали Тур, да Надо как-то срочно Еще дешевле Еще быстрее как-то снимать Так Нужна скамейка Будем с собой скамейку возить Вот этот фикус, да И зеленую тряпку Хромакей Все, тряпку разложили Повесили Скамейку сели Фикус поставили Все, поехали И получается, блядь, стекловата Ярослав поет пиздато Получилось стекловата О О Блин, ну такой душесчипательный образ Все Я чуть не расплакался Во Праздник, праздник у девчат А сейчас мы Классические вокальчики Слушаем Яриков В комнатах родного дома, ребят В комнатах Блин, ну Раньше там пару раз-то встречалось Сейчас это уже У него в каждом тексте Все больше и больше Блядь, вот это сто процентов Билиберда Вот это Билитристика вся Это нейросеть написала Вот здесь Вообще Сто процентное Попадание Это я вот Уверяю вас на сто процентов Сейчас мы будем Дальше разбираться Ну это понятно Из мема взято Вот эти вот Просто фразы Которые ни с чем Не соотносятся Никак нельзя То есть нормальный человек Никогда в жизни такое не написал Вот это вот Нейросеть Я понимаю, что За ней будущее Ну вы хотя бы берите Редактируйте Если вам есть кому это делать Я не понимаю Пока это просто дичка Ну блин, ну Вот вы забейте Задайте тему Отец И вот это будет Всякая фигня выпадать Все перекошено То есть на русском языке Ярик Пока чат G5 Не очень Не очень Делает Растаял Лед Не касаясь Ажурной Глади Воды Да? Вот это тоже нормально Белый снег И что еще Правильно Серый лед В ладони лег О, вот она Это скамейка Фикус Все было А вот стекловато Пожалуйста Ну вот это Бл***ь Белое облачко Такое сделали Да, чтоб лучше Вырезалось Это из хромакея Ну это конечно нормально Не, ну что Можно в гостиничном номере Снято вообще нормально Для этого просто Это пятерочка Для гостиничного номера Ну блин Ну такие тексты Ну елки-палка Ну вы реально Корректируйте Корректируйте Что за дизь И вот эта классика Лучше бы глупые Тогда вставили Да Грубой любви Не понял Из блэк металла Да Нашли какую-то картинку С елочкой С неба ночного С неба ночного Все не туда Ну не может она Сейчас писать Это не рассеточка Пока наружка Ну Ярик Наелый-палый Посмотри Там какой-то дедушка Бородат Что я не успел Сказать Прости Рюс пошел Серьезно О Вы видели Да Доказательство Что в гостиничном номере Снято Он как лабух Такой Тик-тик-тик Еле-еле по ударочке Стучит А не дай бог Там соседи услышат Да Бухает кто-то Там за стенкой Эй ребята Вы что тут Громыхаете Такой Растик Аккуратненько Ездить в тур И сразу выпускать клип Это конечно Молодец Да Надо же как-то Держать вот эту марку Что раз в месяц Должно что-то выходить Тут приходится уже Кое-как выкручивать О Как это получается Вот этот чувак Получается Отец-то святой Ты можешь Верить Что там за гробом Тебя Что-то ждет А можешь Думать Как думали Наши предки Нигилисты Не Ну это красивый ход Да Нанять тоже Медийного чувака Чтоб он там снялся Умрешь Лопух вырастет И все Ну пожалуйста Точнее его дух уже Потому что его вроде как Уже и нету с нами Веришь ты Или не веришь И бог есть И загробная жизнь есть И ад есть Никакого ада нет Ну как же нет Когда ты Живешь в аду Ярик Вот что тебе батя говорит Ты живешь в аду Огстись Перестань тешить Свою гордыню Подстригись В монахе Не слушаешь-то отца Не слушай Да как он тебя простит Смотри Он тебя сейчас уже Заберет к себе Только если А ты в своей коже В этих ботах Больших Ну че это Ну не серьезно Надо как-то Поскрамнее Чтоб все было Есть фотка На сайте преподавателя Где он там Свою анкету выложил Такой хороший мальчик И отец тебе говорит Сынок Ну нормально Все было Ну что Дьявол с тобой сделал Вот это вот Тяпляп продакшн Что ты творишь Найду вот эту Зеленую тряпку И сожгу Чтоб ты никогда Вот этих дьявольских Задних фанов Не подставлял Больше свои клипы Смотрите Он уже начал расти Уже телочки Отказались ехать Скорее всего Это батя тот сказал Или я Или телки в клипе Да Вот это то что был Старец седой Кстати это реально Косплей на клип Шамана Исповедь Там тоже чувак Шел К какому-то Мужчине С длинными волосами С длинной седой бородой Но Он там шел Подстричься Он как бы к барберу шел Не знаю Ярик Ты зачем вообще К отцу к этому шел Друзья Вот такая вот Свежатинка у нас Получилась Что вы думаете По этому поводу Пишите в комментариях Предлагайте свои варианты На свежатинку Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Также подпишитесь На мой бустер И телеграм Если хотите Меня реально поддержать А с вами был Диуан эксперт Андрей Ганс Ака Грибочек Увидимся